всем добрый день рада приветствовать вас на моем канале а сегодня я покажу как выглядит оригинальный флакон редкого уже не выпускаемого аромата компании ван клифф энд арбуз это ювелирного дома ван клифф энд арбуз аромат называется мисс арбуз вы можете сразу посмотреть что у меня есть уже малютка миниатюрка сейчас будем распаковывать большой флакон смотреть что внутри прежде всего давайте обратим внимание на упаковку этого аромата как выглядит аромат это флакон я приобрела на аукционе в сша коробочка вот такая с флаконом 100 миллилитров туалетной воды ну компания ван клифф энд арбуз она производит ювелирные изделия часы и в том числе и парфюмерию был основан этот ювелирный дом еще в 1896 году и потом уже не стали выпускать ароматы первым ароматом как вы все знаете наверное был аромат фёст парфюмером жаном кодом или на он был сделан кстати вот этот аромат мисс арбуз пол тоже сделан жан кодом или на и так коробка белая довольно мягкая такой мягкий картон ничем не примечательный очень аккуратно запаяна слюда сверху аккуратный шов и снизу тоже запайка никаких брендовых таких фирменных липучек нет на флаконь на коробке структурная объемная объемные такие цветы это символ скажем так четырехлистник клевер символ ювелирного дома и символ этих этого аромата мисс арбуз и такая как бы перевязь ленточками это все объемная вот пупырышки эти объемные можно их ощутить под пальцем немного золотой краски значит этот аромат мисс арбуз выпускается с 1994 года почему он так назван потому что один из основателей ювелирного дома банклиф энд арбуз соломон арбуз это его фамилия скажем так и аромат наверное был посвящен ему то есть это его мисс мисс арбуз иногда я этот аромат еще называю мисс апрель почему-то мне так это название смотрите открываем крышку на внутренней поверхности крышки от коробочки написано парфам ванклиф энд арбуз перес внутри белый картон ой смотрите какая драгоценность поскольку ванклиф это ювелирная фирма том все даже флаконы ароматов которые они выпускают они выглядят как ювелирные украшения вот например аромат 1 фест он выглядел как подвеска ювелирная как подвеска на золотая подвеска вот этот аромат этот флакон конечно дизайн флаконов просто обалденно этот флакон похож на граненый такой камень который ну как бы алмаз который начинают гранить и превращают его в бриллиант сейчас я еще хочу показать рассказать о годе выпуска этого аромата и как мы определяем у ароматов ванклиф в годы выпуска значит обращая внимание что этот аромат миссарплс был выпущен в девяносто четвертом в 1994 году и он уже снят с производства к огромному сожалению красивый такой цветочный аромат но он не выпускается как определить год выпуска вот таких вот винтажных флаконов ванклиф значит обращаем внимание прежде всего на наличие штрих кода и грин дота штрих код штрих коды были начинали писать на коробках только в девяносто втором кажется году и грин доты тоже вот этот значок о том что это защита окружающей среды значит теперь смотрим на то какой написан адрес если на коробке написан написано что дистрибьютор санафи нью-йорк вот посмотрите санафи нью-йорк значит дом 1995 года до 1995 года компания ванклиф выпускала свои ароматы на и писала наименование американского дистрибьютора санафи бьюти продакт то есть предполагаем что этот аромат был выпущен до 1995 года дальше смотрим сзади адрес адрес авеню ирена пари значит этот адрес указывался с 91 до 1994 года то есть можно а и еще значит самое основное что мы определяем по бачкоду то есть с 1994 года бачкоды на компания ванклиф начала ставить четырехзначные и пятизначные то есть вначале идет цифра года потом уже буквы вот у меня 5 это значит 1995 год то есть еще написано у нас авеню ирина и санафи то есть когда был дистрибьютором я объединила так проанализировала все эти данные и определила что мой флакон выпущен именно в 1995 году ну то есть в 1994 году он вышел на рынок и это 1995 год это один из первых выпусков флаконов еще обращаем внимание что нет абсолютно списка потенциальных аллергенов на коробке а эти списки ну эти потенциальные аллергены начали писать вообще с 2000-х годов значит а вот теперь смотрим на обалденные просто красоты такой алмаз который превращается в бриллиант с отсеченными гранями скажем так бачкод на стекле и на коробке одинаковый значит липучка на донышке если внимательно присмотреться то это ванклиф скажем так не делает лазерные гравировки мне кажется только наверное сейчас на бутиковой коллекции коллекция экстраординар только сейчас они гравируют надо будет обратить внимание раньше приклеивали просто обычную липучку здесь указанным концентрация тоже адрес и бачкод смотрите как красиво мисс арпус написано золотой краской нанесено название и такое красивое ювелирное украшение как бы висит подвесочка это золотистый лепесток четырехлистник счастливый лепесток клевера крышка крышка вот если так посмотреть похоже на кувшин на драгоценный кувшин золотой крышкой и вот из этого носика как бы стилизованный носик на крышке как будто бы будет выливаться драгоценная ароматная жидкость и так снимаю крышку довольно плотно очень надо аккуратно первое открытие до крышка кстати металлическая не пластик это металл таким красивым колечком внутри внутри там какой-то как бы гвоздь да как гвоздь накручен вот это вот штука верхняя она как бы вкручена ну такая крышка тяжеловатая так пульверизатор очень плотно держится и вот мы можем еще посмотреть на старые флаконы более старые винтажные флаконы характеризуются тем что вот из пульверизатора видите выходит такой белый носик на который уже цепляется трубочка вот обычно в старых флаконах до 2000-х годов эти труб эти носики были хорошо видны они такие были непрозрачно белого цвета и хорошо видны то есть тогда еще технологии изготовления пульверизаторов не дошли до такого уровня когда эти стали делать невидимые однако не следует путать вы можете не стоит путать такие вещи как подделки очень часто в подделках ароматов особенно в шанели например вот очень видны такие длинные длинные носики прозрачные с пружинками но это не относится к винтажа и так вот такая вот красотища вообще юбилерные дома конечно выпускают всегда красивые ароматы в красивых флаконах я уже делала обзор по ароматам ювелирного дома кортье можете посмотреть у меня на канале сброшу внизу ссылочку конечно флаконы всегда обалденные и красивые и так вот еще смотрим сверху на пульверизаторе здесь фирменный знак висей он с 2004 кажется года этот знак даже начали печатать на коробках но у меня на коробке нет поэтому все таки мы определили что аромат 1995 года и так пробую вообще-то по пирамиде я не буду сильно описывать пирамиду я обычно пирамиды не описываю потому что это ну не мой конек а все-таки показываю как выглядят оригинальные флаконы это цветочный аромат но сразу я чувствую почему-то альдегиды немножечко ну потому что в начале идут зеленые аккорды лимон дыня персик потом цветы жасмин лилия то есть цветочная такая красивая композиция и база это дубовый мох мускус сандал и ваниль аромат ну я пользовалась этой малышкой поэтому очень очень хотела купить большой аромат он всегда очень дорого у нас продается ну и вообще везде дорого вот и в таком идеальном состоянии и коробки и флакона я нигде у нас не видела вот мне очень повезло что я купила его в сша такая вот красотища теперь у меня есть вы можете посмотреть прочитать об этом аромате но кстати о нем очень мало информации я вот но пыталась найти информацию очень и очень мало это очень жаль что такая красота уже не выпускается компании ванклиф я кстати могу немного поделиться этим ароматом всем кто захочет попробовать его пишите в в комментариях свяжемся подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и напишите может быть вы пользовались каким-то уже ароматом от ванклиф напишите какие ароматы от компании ванклиф энд арпус вы любите у меня очень огромная коллекция этих ароматов я о них еще буду рассказывать еще есть у меня нас на канале рассказ о тоже уже исчезнувшем не выпускаем аромате бирма ванклиф тоже сбросу сброшу ссылочку можете посмотреть ну вот такая вот очаровательная красота красивая летнее весеннее летнее весеннее цветочная композиция всем очень рекомендую знакомиться с редкостями которые еще можно у нас где-то купить